С вами Борис Тенцер. Здравствуйте, в эфире программа «Контакт», «Контакт по понедельникам». Почему по понедельникам? Мы уже с вами определились, что это «Контакт», когда мы говорим с вами о молодежи, о увлечениях молодежи, о том, как бы, части нашей жизни, нашего поколения, которое живет рядом со взрослыми, интересуется, увлекается, имеет порой совершенно непонятные интересы и совершенно непредсказуемые поступки. Я немножко напомню, что буквально два «Контакта», две передачи тому назад у нас был молодой человек, который только вернулся из Ирака и перенес операцию, он потерял ногу, он рассказывал об Ираке. На прошлой передаче у нас были ребята, которые непонятно, как нам казалось вначале, увлекаются политикой, выходят на улицы на демонстрации, делают веб-сайты и как-то участвуют в политической и общественной жизни Америки. Потому что это тоже часть их жизни. Но невозможно представить молодежь без музыки, потому что музыка, она сопровождает человека всю жизнь, но начинается где-то, наверное, в детском садике, потом продолжается в школе, потом мы начинаем танцевать под вальсы или там свадебные марши. Но вот есть такая группа людей, группа молодежи, которая, вообще не знаю, не только молодежи, которая музыкой увлекается намного серьезней. Не всегда музыка это нам понятно, не всегда нам может быть даже приятно. Сегодня у вас есть возможность поговорить с молодыми людьми, которые увлекаются роком. Мы поговорим с вами о том, что такое рок, мы послушаем, как это все выглядит натурально. Рок будет исполнять прямо у нас в студии, и мы будем смотреть записи. Короче, у нас в студии гости, которые имеют непосредственное отношение к русскому року в Америке. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Доброе утро. Ну, мы начнем, конечно, с нашей дамы. У нас Ольга Лебедева. Здравствуйте, Ольга, доброе утро, спасибо, что вы с нами. И следующий наш гость это Сережа, Сережа Кузьмин. Здравствуйте. Добрый день, доброе утро. И Эдуард, Эдуард Пипт. Здравствуйте. Доброе утро. Ну, мы начнем, наверное, все-таки, хотя вообще я хотел бы отдать должное как бы даме, у нас в студии есть дама. И все-таки я бы хотел первое слово дать Сереже. Объясню почему. Вы сразу поймете, насколько это увлечение серьезно. Сережа живет в коняктуке. И для того, чтобы сегодня присутствовать в нашей передаче, он приехал последним автобусом вчера вечером. В час ночи он приехал на автобусную станцию, на центральную автобусную станцию Нью-Йорка. И в течение ночи он был на станции. Вот мы узнаем, играл он для кого-то, просто так сидел, и что? Чтобы сегодня быть в студии. Что это? Странность? Что это? Мальчишество? Или это просто вот такая фанатичная преданность своему делу, которую человек любит и к которому относится очень серьезно? Сережа, скажи, пожалуйста, вот как ты объясняешь, вот твой такой поступок? Ты приезжаешь, ночь там, где-то ночевать, чтобы прийти на студию, как бы сказать о том, чем ты увлекаешься. Что это такое? Ну, просто вот хочется людям рассказать о рок-н-ролле, что такое рок вообще, просто многие не знают и как бы... Хорошо, да-да. Но вот, а вот мне интересует, поскольку у нас всегда передача, как бы проблема родителей, дети. Как относятся к твоей близкой, мама там, близкий, отец, я не знаю, в твоей семье, семейное положение, но в принципе, как твои близкие относятся к тому, что ты отправляешься ночью в Нью-Йорк на автобусной станции, будешь ночевать, чтобы участвовать в каких-то мероприятиях? В первое время мама относилась, как бы, отрицательно, но потом, как бы, послушав, как бы, мои записи, послушав наш альбом, она стала относиться положительно, и сейчас она спокойно меня отпускает, как бы, на такого рода мероприятия. Вот, она тоже поддерживает русский рок. Прекрасно. Мы послушаем тебя обязательно, но вначале мы все-таки поговорим с гостями. Ольга, добрая, еще раз здравствуйте. Я понимаю так, что вы имеете тоже отношение к року, вы поете, вы играете, вы что делаете вообще? Ну, сказать, что я пою, играю, я, к сожалению, не могу, хотя в детстве, как и все, наверное, мечтала быть певицей, мечтала быть известной, знаменитой. Но я прикасаюсь к музыке несколько с другой стороны. Я начинала с журналистики и очень-очень любила в свое время группу «Машина времени». Я и сейчас ее очень люблю, это моя любимая группа. Вы работаете даже с ними, насколько это... Да, я занимаюсь с ними, уже много лет мы занимаемся ведением их веб-сайтов. Я являюсь редактором веб-сайта «Машина времени» и веб-секретарем сайта Андрея Макаревича. Помогаю ему и ребятам из «Машины времени», как могу. Помимо этого, я еще очень рада тому, что я нашла здесь свое применение, потому что как-то хотелось не только с Россией налаживать контакт в области рок-музыки, но и здесь, в Америке, отыскать что-то свое, чтобы было интересно мне как-то тоже не остановиться на том, что осталось в России, а продлять как-то свое занятие и здесь. И здесь я с радостью обнаружила, что есть такая возможность. Мы познакомились с Михаилом Ярошевским, и началась наша, в общем, эпопея по созданию русского рок-клуба в Америке. А вот вы увлекались рок-музыкой в России, я понимаю, да? Вы ходили на концерт, вы были фаном, да? Вы фанатом, или как это называется, «Машина времени»? Я вообще вот как-то слово «фанат» не очень люблю. Мне оно кажется сродни какому-то психическому заболеванию все-таки. А вот увлечение рок-музыка – это не психическое заболевание, это нормальное явление? Нет, конечно. Если человек любит какую-то литературу, вы же не назовете его психически больным. Если человек увлекается кино, вы же не назовете его тоже фанатом. Но понимаете, дело в том, что когда начинает звучать рок, очень многие, к сожалению или к счастью, они или выключают, или уходят в какую-то сторону от этого. Вы считаете это ненормально? Те, кто вот слушатели так себя ведут, или те, которые так выступают? Мне кажется, просто существуют разные пласты музыки. Ведь есть люди, которые, услышав классику, зажимают уши и уходят. То же самое существуют люди, которые не могут слушать рок. Мне кажется, каждая музыка, она должна найти своего слушателя и попасть в свою нишу. И если музыка существует какая-то, и зрители у нее есть, то она имеет право на существование. А в каком возрасте вы впервые пришли на рок-концерт? В 9 лет. В 9 лет. Окей. Эдик, переходим к вам. А сколько было вам лет, когда вы впервые пришли на рок-концерт? Впервые на рок-концерт я пришел уже в более сознательном возрасте. Мне было лет 16. Это было уже в Америке? Это было уже в Америке. Я из России уехал, когда мне было 11 лет. И вся моя музыкальная деятельность уже произошла здесь. Лет в 16 я начал заниматься музыкой. Я заинтересовался гитарами и их ремонтом, вот чем я и сейчас занимаюсь. То есть вы можете найти гитару Страдивари или скрипку Страдивари? Я знаю, но вот гитару, наверное, не делал. Да, но он делал Страдивари, делал гитары для правильных чуваков, для рокеров, да. И вот вы сейчас можете найти и сделать из нее электрогитару, что ли? Могу, все что угодно. И вот примерно тогда я и начал заниматься музыкой, гитаризмом, так сказать. Такое отклонение. И создал группу, начал выступать. А вот вы являетесь одним из создателей рок-клуба «Русский рок в Америке», правильно? «Русский клуб русского рока в Америке». «Русский рок». Это много ребят, это как бы у истоков стоят. И как давно это вообще создано? Клуб был создан в 99-м году. Было нас четверо человек. Михаил Ярошевский, Михаил Хайкин, Ольга и Анна Новикова. И спустя какое-то время добавился я. У нас вот пять организаторов. А помимо организаторов в клубе много групп, музыканты, талантливые молодые музыканты из разных городов. Не только Нью-Йорк, но и Чикаго, и Бостон, и Торонто. И они приезжают специально. Вот так же, как Сережа, они приезжают, ночуют на вокзалах или там у друзей. Не все ночуют на вокзалах, но вот приезжают. В этом году мы устраиваем фестиваль 11 и 12 декабря. И к нам ребята приезжают даже из Сиэтла, то есть пересекают всю Америку. Хорошо. Ну, теперь самое время, наверное, вернуться к Сереже и дать ему возможность что-нибудь сыграть. Пожалуйста, сыграй что-нибудь, что ты считаешь интересным для нас. И мы с удовольствием тебя послушаем. То, что вы больны, то ваши кумиры, новые поп-звезды, вырожденье нравов, гибель для страны. Рок-н-ролл уснул, но ненадолго, время возрождения придет. Попса не одолеет силы рока, вопреки влиянию новых мод. Почему так много стало поп-заразы? Потому что мало стало точных слов. Рок-н-ролл уснул, но ненадолго, время возрождения придет. Попса не одолеет силы рока, вопреки влиянию новых мод. Спасибо. Прекрасно. Но у меня сразу же возникли вопросы. Поп, попса, рок. Вы могли бы сказать, что такое вообще рок? У нас есть зрители, которые хотели бы больше знать о том, что это за такое музыкальное направление. Рок — это не только музыкальное направление, это еще образ жизни. В отличие от других музыкальных направлений. Допустим, шансон — это зарисовки из жизни или какие-то истории. А вот рок-музыка — она склоняет человека к чему-то, не дает человеку уснуть. Это музыка, которая несет какой-то смысл. В роке очень важны тексты, в отличие от многой популярной музыки, где могут петь абсолютно о чем угодно, ля-ля-ля, три рубля. А рок обычно несет какой-то смысл. Это играется с душой, это играется вживую, и это абсолютно не терпит фальши, фанеры вот этой. То есть я понимаю так, что рок в данной ситуации — это возможность себя выразить при помощи музыкальных каких-то инструментов. Конечно, это самовыражение, сто процентов. Но мне кажется, это еще и обмен энергетикой, потому что вот не только рок-музыкант со сцены, он что-то для себя там делает и самовыражается. Зрители, которые приходят к нему и смотрят, и слушают, они как бы впитывают в себя его энергию, энергетику, его настроение. И этот взаимообмен, он происходит постоянно во время концерта. То есть музыкант заряжается, и зритель заряжается. Конечно, и зрители, насколько вот я знаю, даже просто разговаривая с известными музыкантами, они говорят, это такая мощная подпитка, когда вот ты стоишь перед залом и чувствуешь, что тебя понимают с тобой, они вместе, рядом. И хочется петь еще. Почему не устают музыканты, они поют три часа подряд? Но в то же время мы знаем о том, что музыканты не лишены, как бы, интереса к алкогольным напиткам, к различным курениям и так далее. Или это не касается хороших музыкантов? Просто все они живые люди. И среди зрителей есть те, которые злоупотребляют спиртными напитками, и среди музыкантов тоже. То есть это не обязательно, чтобы каждый музыкант мог, то есть обязательно увлекался чем-то забрением. Нет, секс, дракция, рок-н-ролл это совершенно не обязательно. Можно выбрать что-то одно. Сережа, скажи, пожалуйста, а вот тебе, это твоя песня, это личная твоя песня? Это моя песня, да, вот я просто буквально перед программой немного ее доделал, так еще немного ошибался. А, сегодня ночью, пока ты сидел. Да, я ее доделал, как бы, был давно старый вариант, я хотел доделать. И доделал буквально перед программой, хотел спеть что-то такое, что как бы объясняли. А много песен вообще у тебя есть? У меня, ну, выпустили диск в Киеве, вот, в 2000-2002. Что такое вы? Ну, группа «Запасной выход», вот. А, у тебя… Да, у меня в Киеве группа, вот. Не понимаю, ты как-то виртуально ими управляешь, или вы поете одновременно в эфире? Ну, как-то. Сейчас, получается, мы общаемся по интернету, вот, потому что, как бы, я в Америке, они там. А ты давно в Америке? Я уже два года здесь. Уж два года. Сколько, Эдик, сколько ты в Америке? 25 лет. 25. У него не уж, а у тебя уж. У меня еще 25. Только 25 лет. Всего на все. Понятно. И у тебя это ребята на Украине, которые, как бы, ты продолжаешь с ними по интернету общаться, вы пишете песни, но все равно как-то живая встреча должна происходить. Да, я не только с ними записываюсь, дело в том, что еще есть ребята в Англии, вот, с которыми я записываюсь, вот, один из них, как бы, Дима Харченко, вот, он играл в свое время с Александром Титовым, который, в свою очередь, играл в группе Аквариум на бас-гитаре, вот. И мы с ним сделали, как бы, три песни, вот, то есть я пишусь по интернету, как бы, и со своими ребятами, вот, и, вот, с ребятами из Лондона. А можешь ты сказать, вот ты говоришь, в этой песне, ты говоришь о том, что рок и помогает, рок заставляет, а что тебе, вот, лично тебе, что помогает рок? Как, вот, просто, я не знаю, это просто, как бы, подпитка мощная, вот, как. Это когда-то, вот, песня была, да, нам песня «Строить и жить помогает». Песни меняются с поколениями, но смысл остается. Да, я понимаю, но в то же время, вот, Сережа, вот, что-то такое внутреннее, да, пожалуйста. Это просто для меня, как бы, я чувствую, когда я пишу песню, что вот, что-то, я не могу сказать, что конкретно, вот, наталкивает меня на написание песни, а вот просто поп-музыка, как бы, сама поп-музыка по структуре. Это, как бы, прямолинейная музыка, то есть и слова простые, и мотив, там, буквально три аккорда. То есть ты, как бы, под музыку говоришь о том, о чем ты думаешь, о чем это волнует, что ты хотел бы прокричать, в конце концов, людям, чтобы они тебя услышали, правильно? Да, текст должен быть таким, чтобы человек мог понять, а что вот в этой, в данной песне, как бы, о чем человек пытался рассказать, поэт, вот, который написал, написал ту или иную песню, вот, а в поп-музыке, как бы, используется просто набор слов, как бы, зомбирование. Вот, я не знаю, кому-то, как бы, на руку, то, что вот сейчас поп-музыку раскрутили, вот, и рок забывает просто, и люди даже меняются, вот, люди меняются, то есть, становятся, как бы, более такими, не думая о душе, просто все как-то изменились, вот, за 10 лет, большие, вы не заметили, как все. Поменялась музыка? Поменялась не только музыка, просто даже, из-за того, что поменялся музыка. Ну, смотри, поменялся стиль жизни, поменялось какое-то отношение к жизни людей, люди как-то по-другому стали относиться. За последние годы мы многое такое ощущаем, но вот ты буквально всего два года в Америке, приехал всего два года тому назад. Ты жил на Украине? Да, я в Киеве. Ты жил в Киеве, на Украине. А вот интересно, изменилась твоя песня, изменилась твоя музыка за эти два года, вот, то, что было на Украине и в Америке, и есть ли разница восприятия американской и украинской жизни? Короче, песни стали разные, другие. Немножко изменились, немножко, вот, я не знаю, в какую сторону, это, как бы, не мне судить. Лучше всего зайти на наш сайт, если кто-то, кому-то интересно, вот, там, как бы, со всей группой можно послушать нас, как бы, в полном составе, потому что под гитару это так, рок надо слушать уже, чтобы он звучал громко, чтобы уши, уши вяли. У рок-клуба, конечно же, есть свой веб-сайт, http, russianrock.lk.net, вот, и там мы объявляем, когда какие концерты, мы постоянно проводим концерты, мероприятия, мы собираем людей, которые, вот, хотят пообщаться, потому что очень часто, вот, человек приходит домой после работы, плюх на диван, он врубил телевизор, и ничего не надо. А вот мы как-то, нам не хватало этого общения, музыка, своя живая музыка на русском языке, поэтому мы создали вот этот клуб. И это очень объединяет, потому что, если раньше человек приходил, включал свой диск и сидел один и слушал, в лучшем случае с приятелем, да, то сейчас мы собираем ребят, молодых ребят вместе, они знакомятся, они находят друг друга, они расширяют свои контакты, это, во-первых, зрители, а во-вторых, сами музыканты, ведь они приезжают к нам на фестивали, например, из разных городов, там они сидели у себя в подполье, они что-то играли для маленькой группы людей, которые их любят и знают, а сюда они приезжают, они выступают перед настоящей публикой, потому что собирается много народу, и они знакомятся между собой, музыканты, они обмениваются опытом, они там ведут свои какие-то музыкальные беседы, что им тоже немаловажно, потому что они чувствуют, что они не одни. А как много вообще этим всем увлекаются? Вот в Нью-Йорке, в Америке, сколько объединяет рок-клуб? На сегодняшний день в рок-клубе около 500 человек, это только самые активные. Это все те, которые умеют играть или те, которые умеют слушать? Это слушатели, кое-кто любители музыканты, помимо этого у нас, может быть, 30 групп из разных городов, вот, приезжают к нам, мы им помогаем найти своего слушателя, мы помогаем слушателю, знакомим их с новыми группами, организовывая наши концерты, вот, и начинали мы с квартирников, нас было всего несколько человек, а теперь нас сотни. Квартирник, хорошее слово, квартирник. А сейчас у вас дом молодежи, дворец молодежи, там, рок-центр, что у вас сегодня? А сейчас мы устраиваем концерты в известных клубах, в залах, например, легендарный клуб CBGB, клуб The Hook, где у нас будет фестиваль в этом декабре. То есть вы снимаете какие-то большие залы? Мы снимаем залы, устраиваем организацию, вот, звоним группам, звоним промоторам, люди-менеджерам, которые этим занимаются, все это согласовываем. К сожалению, у нас нет своего центра, хотелось бы, конечно, чтобы было какое-то место, где вот стоял бы русский рок-клуб, туда бы приходили, могли люди общаться, и постоянно бы были там концерты, но, может быть, это дело будущего. Я знаю, что, в общем-то, в воздухе витает какая-то, наверное, идея создания какого-то такого музыкального, или вообще, молодежного центра, молодежного центра в Нью-Йорке, которым бы могла молодежь, вот, те, которые увлекаются музыкой, те, которые увлекаются политикой, увлекаются танцами, художниками, да, такого молодежного центра пока, к сожалению, в Нью-Йорке нет. В Москве он был, на Комсомольском проспекте, но будем надеяться, что и здесь прежде будет Комсомольский проспект, Это потом же дом молодежи. Я знаю, что у нас есть несколько фотографий, которые мы могли бы показать. И вы представили бы несколько людей, которые не могли сегодня прийти. Вот мы сейчас попросим Яна показать. Вот это кто у нас? Это Сергей Попович на одном из наших концертов. Сергей раньше был лидером группы «Работа Хоа». Известный человек как бы в русском роке. Вот он у нас выступает на одном из наших концертов. Следующий посмотрим. Это эмблема нашего клуба. Русского клуба Америки. Это орел с гитарой? Орел с гитарой. Это вы так себя чувствуете? Да, мы орлы русского рока. Орлы с гитарой. Я понимаю, но это американский, да. Я понимаю, что это американский. Это не русский. Это у нас? Это у нас Александр Дрейшер, группа «Босонога». Вот тоже известный. Как называется группа? «Боссонога». «Боссонога». А, не «Боссонога», а «Боссонога». Такой интересный каламбур. Это Женя Гаврилец, группа «Пайси». А как много вообще у вас девушек поет, играет? Много, достаточно много. Ну, конечно, молодых людей больше. Молодых. О, а это вот как раз и есть ваш фанат? Нет, фанатов вы не любите. Это наша публика. Это зрители. Это зрители. Один из концертов. Вот народ собирается. То есть, сначала они могут играть, потом они могут спуститься в зал и слушать других. Музыканты так и делают. Музыканты так и делают. Или вы сами сбрасываетесь? Откуда вы берете деньги? Как вы все это организовываете? Своими силами и все на энтузиазме. Вот. Конечно, кое-кто помогает, но помогает не финансово, а помогает своим трудом. Кто-то нам поможет организовать там конкретно какую-то аппаратуру. Кто-то нам поможет организовать концерт. Кто-то нам поможет напечатать листовки. Тогда у меня будет еще проще такой вопрос. Вот, Эдик, у тебя мама. Как она относится? Я знаю, что очень часто вечера проходят в бейсменте вашего дома. Совершенно верно. Как вообще мама участвует в этом деле? И как она относится? Она сама, что ли, фанат рока? Или наоборот, это ей в тягости, она в это время уходит куда-нибудь, пока вы в бейсменте? Нет, у меня замечательная мама, которая меня и мои как бы дела поддерживает. Она нам предоставила помещение, которое у нас есть, и мы там периодически тоже устраиваем вечеринку. Но вы же не тихие ребята. Вы же, если вы уже начинаете играть, так вы играете. О, да. Электрические инструменты, барабаны там стоят, там студия. Ну, я не представляю, как быть в этом доме. Вот очень многие родители сказали бы, окей, конечно, бейсмент у меня есть, но пусть поиграет лучше в пинг-понг, в маленький теннис. Это как дать потише вроде. Дело в том, что моя мама тоже любит музыку. В 60-х годах она тоже была, не сказать, фанатом, в кавычках, вот, но она тоже слушала и Битлз, конечно, и все эти группы. Она тоже любит рок. Конечно, может быть, что-то из современного ей не особенно, но сама идея, она поддерживает. То есть она приходит к вам, она порой слушает, да? Она приходит и слушает, да. Вот, и это нравится на самом деле. Понятно. Сережа, а у тебя, где вы собираетесь? Вот ты сейчас живешь в Коннектику, да? Где-то там есть тоже место, которое вы собираетесь, когда не в Нью-Йорк, ты не ездишь на автобусную станцию? Нет, к сожалению, нет. Дело в том, что у нас русская община очень маленькая и буквально три человека я знаю там. А вот с американцами у вас нет ничего общего? Это действительно русский русский рок? Он никак не может пересечься с американскими? Я вот как раз хотел бы о том сказать. Дело в том, что в свое время, еще в 80-е года, наши рок-группы пытались сюда ездить и пытались наладить здесь русский рок. И вот, мне кажется, что вот сейчас время, сейчас время, потому что как бы СССР распалась, и как бы сейчас Россия уже, на Россию смотрит немножко другими глазами. Вот, большое спасибо, во-первых, Эдику, Михалычу еще, вот я, к сожалению, не знаю фамилию между собой, мы Михалычем его называем. Михаил Хайкин. Михаил Хайкин, да. Вот, и Михаил Ярошевскому, да? Да, правильно. Большое спасибо ребятам за то, что они, во-первых, дают нам возможность просто выступать. Сюда приезжать и выступать. Приезжать, выступать, то есть люди нас могут послушать и как бы... Хотя вы прописаны в другом штате. Хотя, да, но это не имеет значения. Здесь в Америке прописки нет. А как это? А вы не проверяете прописку? С какого штата? Нет, не проверяем. Это пусть таможенники на въезде проверяют. А к нам люди из Торонто и приезжают из другой страны, можно сказать. У нас география широкая. У нас география, да. Да. Оля, а скажи, пожалуйста, как получилось так, что ты стала работать с машиной времени? Получилось это так. Я даже не знаю, с чего все началось, как все в этом мире получается случайное знакомство. Просто встретились, просто познакомились. И как-то пошло, пошло, пошло. А учитывая то, что мне всегда было интересно, меня всегда тянуло к людям искусство. И я сама как-то проявляла большой интерес и к машине времени. Ну, находились какие-то вот общие точки соприкосновения. А когда появился интернет, и я вдруг поняла, что для такой легендарной группы, как «Машина времени», ей 35 лет в этом году исполнилось, кстати, был шикарный концерт на Красной площади. И они привозили буквально вот в прошлом месяце этот же концерт сюда, к нам, в Нью-Йорк, в Линкольн-центре был концерт. Вот. И возвращаясь к интернету, я поняла, что нужна страничка, которая бы освещала их и историю, богатейшую историю. Это самая богатая история в рок-музыке, наверное. Единственная группа, которая действительно может похвастаться такой большой дискографией, такой длительной историей. И я решила сделать этот сайт, и мне помогает. Как давно это произошло? Это произошло 6 лет. У них еще не было в тот момент сайта своего? Нет, не было. К счастью для тебя. На следующий год появился официальный веб-сайт, в котором я тоже помогаю, принимаю посильное участие. Я также являюсь организатором их фан-клуба. Здесь, в Америке? Нет, это уже у нас международный фан-клуб. Посредством интернета мы смогли объединить всех. И поэтому, если есть еще желающие остались, которые не знают об этом, могут присоединяться к нам. А сколько вообще в этом фан-клубе участников? Ой, вы знаете, это невозможно пересчитать. То есть нельзя сказать, ну, тысяча, сто тысяч, сто миллионов. Это больше тысячи только зарегистрировавшихся в нашем форуме. Да, и более того, мы регулярно, каждый лето мы собираемся в Москве, в Подмосковье. Мы устраиваем слеты нашего фан-клуба, где у нас уже постоянные есть участники. И каждый год, конечно, очень много новых ребят. И приезжают, наверное, с разных стран. Абсолютно. И с Австралии тоже прилетают? С Австралии не было еще. Но вот из Израиля у нас приезжают, отсюда из Америки приезжают. И, конечно, и со всех стран бывшего СНГ. И что самое характерное, что нас там объединяет только машина времени, ни возраст, ни география, ничего, ни вероисповедание, ничего не играет роли. То есть могут быть люди 12 лет и 62. А что значит объединяет машина времени? Хорошо. И что, все разговоры идут только о машине времени? Ну что ли? Вот прямо с утра до вечера вы только говорите, в каких тапочках был Макаревич? Или что там они едят? Вы будете крайне удивлены, но об этом мы говорим очень редко. Это как бы был повод, чтобы нам всем объединиться. Потому что машина времени – это тоже своя атмосфера, это свое мировоззрение, это свой взгляд на жизнь. И мы как раз вот под этой эгидой собираем людей, которые имеют одинаковое мировоззрение, которые понятны, что они друг друга поймут. И встречаясь, не зная друг друга вообще, мы видим, это родные люди. Это родные люди. Только кинул одну цитату, фразу какую-то произнес, ну все, это свой человек. И поэтому общение, конечно, обо всем. И о детях, и о кухне, кто что готовит там. В основном мужчины, кстати, у нас хорошо готовят. Я думаю, фанаты в основном мужчины. Или женщины тоже, девушки приезжают. И девушки приезжают, да. Но очень интересная у нас тенденция, я не знаю, может быть, это всегда так. Или муж, или жена. Кто-то один увлекается. И приезжает, как правило, кто-то один. Таких, чтобы супружеская пара была увлечена машиной времени, у нас единицы. Интересно. А чем вы это объясняете? То есть в одной семье могут сосуществовать как бы разные интересы, и это нормально? Мне кажется, да. Вот, например, мой любимый муж, он совершенно не интересуется машиной времени. А какой машиной он интересуется? Такой настоящей? Он интересуется настоящей, совершенно угадали, совершенно точно. Ну я понимаю. Да, значит, я понимаю, что у вас есть о чем поговорить. Он расскажет о такой машине, вы о машине времени. Ну, давайте мы сейчас тоже с вами прервемся. Давайте сделаем маленький рекламный перерыв. Оставайтесь, пожалуйста, с нами, и мы продолжим через буквально несколько секунд рекламных, продолжим наш интересный разговор. Телеканал RTN WMNB. Ваш источник разнообразной и самой достоверной информации о событиях в Америке и за рубежом. Новости культуры. Утренняя пробежка с Геннадием Кацовым. Вести. Новости Украины. Обзор американской прессы. Экспресс-новости. Мир сегодня. Информационная программа «Время». А также пресс-клуб с Геннадием Кацовым. Круглый стол с Борисом Рабинером. И аналитические программы. По скриптум с Алексеем Пушковым. Зеркало с Николаем Сванидзе. Времена с Владимиром Кознером. Смотрите RTN WMNB. Ваш источник разнообразной и самой достоверной информации о событиях в Америке и за рубежом. RTN WMNB. Это ваше телевидение. Еще раз здравствуйте всем тем, кто присоединился к нашей передаче. С вами Борис Тенцер и программа «Контакт» по понедельникам. По понедельникам в тяжелый день мы говорим о молодежи, потому что она действительно не такая простая. И не так просто и молодежи, кстати, жить в этом мире. Может быть в этом и есть выражение их непростой жизни, желание понять, желание себя найти в этой жизни. Кто это делает посредством живописи, кто посредством спорта, а кто посредством музыки. Вот сегодня у нас как раз с вами есть такая возможность увидеть молодых людей, которые выражают себя, ищут себя и живут благодаря или вместе с музыкой. Я еще раз приветствую Ольгу Лебедеву, Сережу Кузьменко и Эдуарда Питт. Спасибо вам, ребята. А к вам, дорогие телезрители, я хочу обратиться с просьбой записать телефоны, которые сейчас нам Ян покажет на экране. Вы можете позвонить и тоже задавать вопросы, и тоже разговаривать, поскольку я уверен, среди нас есть люди, которые в свое время увлекались не только машиной времени, не только Битлз, наверное, сами играли. И не важно, что кому-то из нас сегодня 15-20, правда, многие, наверное, в таком возрасте сейчас в школе, но все равно те люди, которые сейчас смотрят, они могут быть и в возрасте. Но, пожалуйста, звоните, спрашивайте, посмотрите, какие они есть, наша современная американская русскоязычная молодежь. Итак, я хочу, Эдик, спросить вас. Скажите, ты один из организаторов рок-клуба, ты один из организаторов и всяких фестивалей. Как много и часто фестивалей вы проводите? Фестивали мы устраиваем раз в году. В этом году это будет уже наш четвертый фестиваль. Каждый год мы делаем двухдневный фестиваль в большом клубе, и к нам съезжаются рок-группы из разных городов Америки и Канады. Вот, помимо фестивалей мы в течение года проводим несколько других концертов, а фестиваль – это как бы наш хит сезона. И это наше главное достижение нашего клуба, что мы четыре года уже подряд делаем такой большой фестиваль, который объединяет всех музыкантов и позволяет публике познакомиться со своими кумирами. Понятно. Хорошо, вот фестиваль прошел. Есть какие-то у вас, может быть, видеофильмы или какие-то CD вы выпускаете, DVD, я не знаю. Как-то каким-то образом вы потом… Ведь вам надо жить, вам надо как-то выживать, надо какие-то деньги иметь минимальные. Ну, как бы делается это не совсем из-за денег, хотя мы не отказываемся. Но вот мы выпустили диск, сборник. Это первый сборник русского рока в Америке. До того, как мы это сделали, ни у кого больше такой идеи не возникало. Мы собрали 17 рок-групп, записали их и выпустили своими средствами. Спасибо. Наши. Наши. Диск называется «Наши». И диск «Наши» можно купить на нашем веб-сайте. Вот немножко промоушен рекламы. А что это? Это какие-то ваши самые лучшие музыканты здесь участвуют на этом диске? Это самые профессиональные? Этот диск, эта подборка, это как бы срез русского рока в Америке. Местные музыканты. Есть очень профессиональные группы. Группа Интерзона, группа Босса Нога, Сергей Попович, Пайсис, другие группы. Есть очень профессиональные, серьезные музыканты, которые абсолютно на мировом уровне могут играть на любой арене мира. А есть ребята, которые просто на кухню взяли гитару и напели по-панковски просто, попели пиво, спели песенку. То есть вы принимаете на фестивале и таких ребят? Я уже не говорю о CD, которые вы получили. На фестивале мы принимаем только тех, кто проходит какой-то, конечно, отбор. Но концерты у нас открыты фактически даже для начинающих. То есть я могу взять гитару? Я должен быть с группой или я могу сам прийти? Вот, например, сейчас кто-нибудь слушает нас из молодых людей, там, я не знаю, школьников или студентов. И он увлекается немножко гитарой. Он должен иметь с собой группу и барабанщиков каких-нибудь? Или он может сам прийти к вам и как-то себя проявить? У нас есть и группы, у нас есть и солисты. Вот как Сережа может... Просто человек приходит? Просто человек с гитарой, да. Вот, пожалуйста, вступайте в наш клуб, заходите на веб-сайт, подписывайтесь на рассылку. И вы будете в курсе, все, перезнакомитесь, заведете друзей, даже сможете выступить. А как вообще много профессионалов среди тех людей, которые играют, которые записываются, которые поют? Это люди, которые свободное время этим занимаются? Или наоборот, это их профессия? Ну, конечно же, большинство людей имеют работу, а музыка остается как хобби. То есть прожить на одну музыку в Америке... На музыку практически невозможно. Но есть музыканты, которые только это делают. Например, у нас есть одна группа, называется Ripple Road. И это профессиональные музыканты, которые живут только музыкой. Они живут на средствах, которые они зарабатывают выступлениями, студийными записями, продюсированием. Но они все равно приходят к вам, они участвуют в фестивалях. То есть им необходим какой-то контакт с публикой, контакт с аудиторией и контакт со своими коллегами. Конечно. Без этого просто музыкант не может жить. Конечно. Оля, а скажите, а вы чем занимаетесь по жизни? По жизни? Ну, вообще, у меня специальные журналистики. И также я филолог. Поэтому я решила, через какое-то время, живя здесь в Америке, придя к выводу, что... Кстати говоря, мне русский рок-клуб помог прийти к этому выводу, что русскую культуру нужно сохранять. А сохранить русскую культуру может только русский язык. Потому что вот наши ребята, которые играют у нас, они это здорово доказали. Они здесь, возможно, родились. Они здесь, возможно, выросли, будучи привезены маленькими детьми. Но, тем не менее, они сохранили русский язык, и они, более того, они могут на нем творить. Они пишут стихи, они самовыражаются посредством русского языка. Мне кажется, это важно. Поэтому я сейчас просто у себя в Коннектикуте, при Ельском университете, открыли мы небольшую школу для ребят, которые хотят, для маленьких детей, которые хотят сохранить русский язык для себя. Дети хотят сохранить или родители хотят сохранить? Вы не поверите, дети больше хотят. Родители тоже хотят, но дети очень хотят. В каком возрасте эти дети, которые так хотят? У нас в школе дети с 4 до 15 лет. И вот прямо дети сами говорят, хочу записаться в русскую школу, начинают учить русские слова, правописание. Естественно, родители дают первый импульс, показывают. И стоит только ребенка заинтересовать и показать, что так здорово смотреть русские мультики, читать русские книжки и общаться друг с другом тоже по-русски. Это замечательно, и они понимают, что они получают больше. И с дедушкой и бабушкой разговаривают? Конечно. Опять же. И по телефону, и дома с дедушкой и бабушкой, конечно. С ума сойти. Какие возможности. То есть вы создали вот такую школу? Да. И там будет звучать рок русский? Вы знаете, я об этом подумываю. В крайнем случае, учитывая то, что тексты Андрея Макаревича уже включены в хрестоматию русской литературы современной. Да, в России. Я думаю, что у нас в школе тоже можно будет вести довольно-таки интересные несколько уроков, посвященных как раз творчеству. Именно рок поэзии. Мне кажется, это интересно. Развивать детей нужно во всех направлениях. Сережа, можно послушать еще что-нибудь из твоего творчества? Я извиняюсь, я просто ехал буквально ночь, ночь не спал, поэтому так немножко бы... А я даже не патчусь, я не знаю, может быть, у нас такие ценители-зрители. Я смотрю на вас со стороны. Вам так хочется кем-то стать. Для чего были вы рождены? Это то, чего нам не понять. Вместо того, чтобы жить, Вы можете только спать. Вы держите головы вниз, Вам не страшно их потерять. Вы не боитесь того, что теперь И плачете горько потом, И смотрите, как на закрытую дверь, На солнце и день за окном. Вместо того, чтобы жить, Вы можете только спать. Вы держите головы вниз, Вам не страшно их потерять. Спасибо. А скажи, пожалуйста, Сколько времени в день... Вообще, чем ты занимаешься? Я работаю в UPS, Чем приходится, в принципе, Грузчиком, в принципе, работаю. То есть, работа такая... Ну, как все приезжают, Как приходится работать. Не так все просто. А ты... И сколько времени ты занимаешься? Вот гитарой. Как часто у тебя гитара в руках? Тем более, после всяких таких трудных дня. После работы, в основном, Сколько вот приходишь просто иногда, И хочешь отвлечься, И ты просто уходишь в этот мир, Играешь на гитаре. И расслабляешься. Не только расслабляешься, Пишешь песни. А надо вообще рок-музыканту учить? Музыкальную грамоту? Я не знаю, брать какие-то специальные курсы гитары? Или достаточно того, Что один другому показывает, И это уже университет достаточно? Ну, рок-музыка, Как бы каждый музыкант, Каждый человек, Как бы постигает свои университеты, Потому что как бы рок-музыка Не нуждается в такой вот... Вот классическая гитара, да? Классическая. То есть ты учишь, То есть тут как бы текст главный. Текст. В рок-музыке? Да. То есть я вот не могу высказать, Вот допустим сейчас все, Я в своих песнях выкладываю полностью все, Все, что я хочу сказать. Да, чувствуется. Вот то, что ты сейчас вот поешь, Я чувствую, что ты как бы хочешь сказать, Вот слушайте, жизнь где-то интересна, Вы прекратите спать, Прекратите сидеть на своих диванах, Откройте, я не знаю, окна, двери и вперед. Да, ну то есть как бы сложно подобрать слова такие, Ты просто сидишь и пытаешься выразить В конкретной какой-то форме, Которая проникает человеку в душу, Промкает человек, То есть человек слушает. Прелесть рока, вот одна из его особенностей в том, Что он позволяет, этот жанр позволяет практически любому, Кто хочет заняться музыкой, Как-то этим делом начать заниматься. Это не значит, что можно ничего не делать, Но в жанре главное душа, стремление, Какая-то энергия. Если к этому есть еще и технические знания, Серьезное музыкальное образование, То это, конечно, большой плюс, Но большинство начинают с преусловаток трех аккордов, А потом учатся, доходят до уровня. Но рок открыт как бы для всех. В то же время мне кажется, Что рок это, ну, я знаю, Себя проявить. Вот скажи, пожалуйста, Вот, Эдик, ты, И мне, конечно, интересно, Ольга потом, Эдик, скажи, пожалуйста, Ты, людей, которые приходят на рок-фестивали, Рок, Они к чем-то отличаются от другой молодежи? Они отличаются от другой молодежи тем, Что они не потеряли веру в какую-то идею. Вот очень многие, И они вот пришли домой, Врубили телевизор и на все положили. Вот. Главное, что дома все нормально, Отработал, деньги заработал, Машина есть, трали-вали. А много у тебя таких знакомых, Которые живут вот так, Как ты сейчас говоришь? Есть и такие. Вот. Но большинство наших рокеров, Они все-таки верят в какую-то идею, В какой-то смысл. Вот они могут встать с дивана И что-то сделать. Что, например, покрасить комнату, Которую отец и папа с мамой Давно просили это сделать? Хотя бы покрасить комнату, Но также заняться музыкой, Заняться самовыражением, Поделиться этим с другими людьми, Пообщаться и что-то сказать. Да. Оля, скажи, пожалуйста, Вот ты говорила, что на фестивале, На вашей тусовке в Подмосковье Собирается масса людей. И ты как бы сразу чувствуешь Единство этих душ. А когда ты бываешь где-то, В каком-то другом месте, Ты разговариваешь с человеком, Можешь сразу определить, Что это человек увлечен чем-то? Ну, конечно. Не обязательно музыка, Не обязательно роком, А что это увлеченный человек. Это легко определить, конечно. Во-первых, я не знаю... У него глаза горят там, Или на лбу светится что-нибудь. Во-первых, увлеченного человека К нему притягивает. Не понимаешь, почему Возникает симпатия и интерес к человеку. Человек пустой, Он как бы здравствуйте, здравствуйте, Он остается для тебя непритягательным, И ничего в нем нет. А тут ты чувствуешь какую-то загадку, Что человек чем-то наполнен. И тебе хочется узнать чем. И начинаешь с ним общаться, И вытаскиваешь по ниточке, И действительно понимаешь, Что или он, например, Безумно хорошо понимает, Разбирается там в художестве, Или в литературе, да, Или, может быть, даже в спорте. То есть человек может интересоваться Всем чем угодно, И это не может пройти бесследно, И не отразиться на нем. Почему человек, собственно, И имеет хобби, наверное, Для того, чтобы быть интересным Для общества и для других тоже. Мне так кажется. А вот как ты думаешь, Тем более ты коллега, журналистка, Как ты считаешь, Среди ребят наших русскоязычных, Американцев, Больше людей увлекающихся, Или больше людей, Которые просто делают свою карьеру, Живут обычной жизнью, Никаких особых завихрений у них нет. Как ты думаешь? Ты знаешь, мне кажется, Этих людей можно четко поделить. Наверное, и таких, и таких, Они в равновесии находятся. Есть те, которые убежденно делают свою карьеру, И для них важная только учеба, И все остальное отходит на второй план. Их можно понять, с одной стороны. Это хорошо или плохо? Они приехали сюда, чтобы встать на ноги. Это хорошо, наверное, с одной стороны. С другой стороны, Но никогда нельзя забывать о душе, О своем внутреннем мире. Потому что вот эта суматоха Утром встал, позавтракал, Сбегал на работу, на работе просидел, Вернулся домой, быстренько поужинал, Улег спать, чтобы завтра встать на работу. Это закручивает. Секундочку, но как успеть? Если ты работаешь с утра до ночи, Если я порой звоню своим знакомым, друзьям, Звоню и говорю, Слушайте, давайте встретимся, Давайте, я не знаю, там, попоем Или сходим куда-то. Ой, мы так устали, такой тяжелый день. Молодежь, наверное, еще сложнее. Вот как успеть все это? Ну, во-первых, молодежь, она более сильная. Она, наверное, снабжена Большим количеством энергии, Которую может потратить. Потом, вот как пример, например, у нас сидит Сережа, Может не спать ночами, Чего не скажешь о человеке более старшего возраста. Вот. И мне кажется, все-таки молодежь еще чувствует Вторичность, как бы, вот этого материального мира. Для них первично самовыражение их душа. Для них первично то, чтобы сказать миру, Вот я такой. Вот возьмите меня, вот примите меня в этот мир. Я особенный, у меня есть что-то свое. И на это уходит тоже свое время. Я думаю, общение с друзьями, Посещение рок-концертов, И вот именно выступление на концертах, Это больше всего помогает им раскрыть. Хорошо, мы послушаем. Сейчас у нас есть звонок. Борис из Миннеаполиса. Здравствуйте, Борис. Вы с нами в студии. Добрый день. Да-да, вы с нами. Здравствуйте. Здравствуйте. Слушаем вас. Мне не нравится передача ваша, очень. Не нравится. Почему? Да, пожалуйста. Дело в том, что вы тут распроводили, Набрали каких-то выступающих, Что их нельзя было показывать. И при том, такие разговоры, Что просто аж душу колет. Мне хотелось бы и Хмельницкая, Чтобы не ломали программу. Каждый день изменения ждешь в одно, По каждой другу. Борис, хорошо. Я передам руководству телевидения, Чтобы, так сказать, с программы шла, Все, что написано, как говорится в газете, Чтобы все это было написано. А скажите, пожалуйста, Можно вас спросить? Вы с нами, Борис? Ай, к сожалению, ушел. Я надеюсь, что, Борис, Вы сейчас продолжаете, Борис, который только что звонил в Миннеаполиса. К сожалению, я не успел вам задать вопрос. Вы сказали, что в прошлый раз Были ребята довольно своеобразные. Сегодня тоже ребята Не совсем вам привычные. И в то же время, Мне бы хотелось спросить вас И спросить тех, Которые смотрят сейчас телевидение. Наберите, пожалуйста, телефон И скажите, Почему не понравились вам? Чем не нравится? Вы, может быть, Не очень привыкли Видеть рядом с собой таких ребят? А может быть, Вы не хотите их видеть? Или, может быть, Чего-то Вы хотите сказать Что-то дополнительное? Позвоните, Скажите еще раз, Почему эти ребята Вам кажутся странными И неинтересными? Или, наоборот, Я что-то не понял? Так вот, я хочу сказать вам, ребята, Что в прошлый раз Нам звонили, Много звонили И говорили много хороших слов И много хороших... То есть, есть разные Есть разные люди Но, вот видите, Есть человек, Который живет В каком-то городе Смотрит вас Вот сейчас вас на экране Или кого-то другого Ему вы кажетесь странными Как часто вы встречаете людей, Которым вы кажетесь странными? Вот, Сережа, давай В основном, люди старшего поколения Они не понимают Как бы рок-музыку Они не понимают просто И не хотят понимать Потому что, как бы, Рок-музыка – это протест А протест, как бы, Это... Молодые люди, вот... Ну, не все с этим протестом согласны Давайте послушаем Беллу из Кливленда Белла, здравствуйте Добрый день Во-первых, мы... Алло Алло, добрый день Да, здравствуйте Мы с вами Я бы хотела, во-первых, Выразить благодарность Ведущему программы О, уже приятнее Да, да, слушаем вас Спасибо большое Алло Замечательная тема И не так уж много Передач у нас Для молодежи Именно вот так вот Вживую Скажите, пожалуйста, Белла Вы слышите меня? Да, я слышу Скажите, пожалуйста А музыка рок Вам нравится? Только честно Вот сейчас вы слышали Сережу А может быть, вы слышали другие Вот машина... А я вам скажу честно Когда Эдик рассказывал о его маме Алло Я вспомнила тебя в 60-е годы Поскольку здорово танцевала И в школе, и в университете Алло Да-да Выслушаем вас А вот Но поскольку я понимаю Что все меняется И даже музыка меняется И даже современный рок Он отличается В какой-то степени От рок-н-ролла Который был в 60-х годах А скажите У вас есть внуки? Но при всем при том Есть довольно приятная музыка Белла Вы слышите меня? Да А скажите У вас есть дети, внуки? Конечно У меня есть дочь Прекрасно У меня есть совсем маленькая внучка Маленькая? Сколько ей лет? Нет Она настолько маленькая Что она просто может только слушать А, понятно Просто мне бы интересно было Вот если бы вдруг Ваша дочь Или ваши внуки Увлеклись рок-музыкой И им пришлось куда-то ночами Ехать на фестивале Как бы отнеслись вы? Ну, может быть Кто-нибудь позвонит еще И нам расскажет Да, да У нас связь не очень Я бы отнеслась нормально Поскольку знаю своих детей И знаю, как они себя ведут При этом Но я бы хотела все же выразить Слова благодарности И этику Спасибо Это, да Спасибо большое Что-то у нас со звуком Прерывается звук Хорошо Большое спасибо Мы продолжаем Общение в нас Поскольку у нас времени Не так много уже В общем-то и осталось Мы имеем еще там Кажется Видеосюжет маленький, да? Вы хотите показать, Ядик? Да, есть Несколько кадров Ян, мы можем попросить вас Показать там маленький Видеосюжет С нашей партии Вот один из наших слетов Ребята собираются просто Потусоваться, как говорится Поиграть музыку Ещё раз Показать Ещё раз Я поигрываю Я стремлюсь На это Дело Но Вся Твоя Сона Ещё раз Вся Ещё раз Ещё раз Ещё раз Прекрасно. Спасибо. Там на барабане написано «Тихий ужас». То есть ребята сами относятся к себе иронически, да? Иронически. Вот так, «Тихий ужас». «Тихий ужас» — это было название моей группы. А, понятно. Да, группа «Тихий ужас». Одна из групп нашего рок-клуба. Да. Мария Сан-Франциско. Здравствуйте, Мария. Вы с нами в студии. Здравствуйте. В отличие от Бориса, и не все, что сказала Белла, я слышала, потому что я уже выключила звук телевизора. Да-да. Мне 76 лет. Я с удовольствием смотрю вашу сегодня передачу и радуюсь за этих молодых людей, которые не бьют баклуши, а работают. Вот и все. Мне они очень понравились. Ну, прекрасно. Мария, большое спасибо. Спасибо. Когда я получаю, вот мы получаем, я получаю на своей передаче вот такие звонки, и есть даже письма, которым подписывается мне 80 лет, мне 86 лет. И вот сейчас, Мария, это совершенно не важно, какой возраст. И очень кажется, что этот человек совершенно остался молодым, поскольку он открыт для чего-то нового. Он хочет понять, что окружает его. Он понимает, что жизнь, которая у него есть и у него была, она немножко отличается. Иначе просто невозможно было бы выжить. Мы другие, чем наши родители, и мы другие, чем мои дети. И это хорошо, потому что меняется жизнь, меняется даже архитектура, дизайн нашей жизни вокруг нас. Поэтому и дети, и люди должны меняться. Иначе они не смогут существовать. А еще у нас есть звонок. Мария из Нью-Йорка, пожалуйста. Добрый день. Здравствуйте. Я хочу, не люблю критиковать чужое мнение. Каждый имеет свое, имеет право высказать. Да. Вот перед этим выступил этот Борис, кажется, его зовут. Это вообще нонсенс. Он, наверное, никогда нигде не был. Чушается даже по его акценту. Он никогда ничего не видел. А вам большое спасибо, что вы приглашаете молодежь, что вы приглашаете, чтобы мы их видели и радовались. Спасибо вам большое. Я, например, не молодая, но без Метрополитен-Опера не живу. Без Миллениума не живу. Я привыкла там, в Киеве, и привыкла здесь. И хожу. А люди, которые вот это критикуют, не понимая ничего, берутся критиковать, рассуждать. Пусть смотрят на себя. Чем кумушка считать трудиться, не лучше бы ли на себя кума обратить. Хорошо, Мария, большое спасибо. Пожалуйста, извините меня. Может быть, я не права. Но спасибо вам большое. И держите такой курс. Молодежь, на них приятно смотреть. Спасибо. Большое спасибо. Я надеюсь, ни Борис из Миннеаполиса, ни другие люди, которые разделяют его точку зрения, не обиделись в этой ситуации. Потому что для этого и существует у нас открытая линия, для этого и существует наше телевидение, чтобы вы могли высказать свое мнение. А я должен сказать честно, что ребятам тоже интересно ваше мнение, интересно вас послушать. Поэтому единственное, что нам остается сказать, большое спасибо ребятам, которые нашли время оставить работу. Вы ведь тоже живете в Коннектикле, да? Да. Большое спасибо, Оля. Спасибо, Сергей, что ты нашел время и возможность приехать. Большое спасибо, Эдик. Я знаю, что ты тоже работаешь и очень занят. И смог сегодня в рабочий день в начале недели сделать нам такой подарок. В общем-то, это подарок. Подарок нам, нашим зрителям, за то, что вы с нами. Большое вам спасибо. И большое спасибо, естественно, вам, дорогие телезрители, за то, что вы тоже были с нами этот час. И я надеюсь, что в будущем мы будем продолжать наши встречи, которые для вас интересны. С вами был Борис Тенсор. Всего хорошего. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok